Здравствуйте, уважаемые зрители канала Иванова Наука! Здравствуйте, уважаемые огородники! В сегодняшнем выпуске я расскажу вам о сверхурожайных сортах томатов и о их требованиях, которые они предъявляют для того, чтобы проявить весь свой потенциал урожайности. Гибриды первого поколения, как правило, отличаются сверхурожайностью. По этой причине их предпочитают очень многие огородники, а однако у них есть один большой недостаток. Очень многие гибриды первого поколения дают не очень вкусные плоды, но вот такие, как мы можем покупать в гипермаркетах. По этой причине также и многие любители вкусного домашнего томата отказываются от гибридов F1. В то же время всегда можно найти среди гибридов первого поколения такие, которые одновременно порадуют вас и большим урожаем, и отличным вкусом. Но надо знать несколько секретов. Первый секрет – это, конечно, подбор адекватного сорта гибрида первого поколения. Начну я с гибридов с мелкими плодами типа черри. Мой огромный любимец, который завалил меня урожаем в 2023 году, это гибрид первого поколения, голландский гибрид, который называется Тонатика. У него сверхпродуктивность. Это как раз вот такая картина в теплице, когда растение, если с него удалить листья, но оно сплошь покрыто созревшими плодами. Кроме того, что плоды очень крепкие, их на кисте очень много, они еще и созревают на разных кистях одновременно, благодаря чему вы можете сразу собрать большой урожай. При этом, собирая первые плоды с кистей, кисть продолжает расти, 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 и давать, и давать, и давать нам все новые и новые завязи. Поэтому период сбора урожая очень сильно продлевается, и вы можете собирать урожай от начала плодоношения и до самых заморозков. Растение большое, длинное, до двух и более метров, с мощным стеблем и с очень крепкими кистями. Плоды не отваливаются и не перезревают. Они могут долго красными висеть на кистях и ждать, когда вы придете за сбором урожая. Это очень положительное качество чериков, потому что многие сорта чериков просто сбрасывают плоды по мере их назаривания, и в какой-то момент вы можете прийти в теплицу и увидеть, что у вас услано этими плодами, иногда с трещинками. Это характерно для линейных старорежимных сортов, но только не для тонатики. Что касается его вкуса, ну то это просто, мне кажется, виноград, а не томат какой-то. Он очень сладкий и очень-очень вкусный. Следующий гибрид, который также является сверхурожайным, это гибрид рапсодия. Это гибрид достаточно ранний, очень высокоурожайный, с высотой растений до метра восемьдесят. Это означает, что он будет отдавать вам урожай где-то до начала сентября. Но кисти очень нагружены. Иногда их приходится нормировать, потому что там последние плоды, бывает так, что не наливаются. И, ну, просто останавливают свое развитие из-за того, что этих кистей много, и плодов на них очень много. А плоды-то ведь крупненькие, до 180 грамм. И вытянуть их, чтобы вытянуть их, необходимы очень хорошие подкормки. Но я об этом вам скажу чуть позже. Следующий гибрид, о котором я хочу рассказать, сверхурожайный, это гибрид маркиз. Это крупноплодный томат, 170 грамм. Плоды розового цвета, средний ранний, с лозой до двух метров. Это также означает, что он может отдавать вам урожай до самых заморозков. Плоды красивые, круглые. Растения усыпаны, но для того, чтобы он длительное время отдавал вам урожай, необходимо соблюсти одно очень важное условие. Еще один гибрид, это торсида. Очень красивый гибрид, с крупными плодами, до 200 грамм. Как и у предыдущих сортов, я почему отобрал именно эти гибриды? Ведь их очень много, потому что все они характеризуются очень вкусными плодами, что в целом не очень характерно для гибридов первого поколения. Он тоже до двух метров вырастает, с красными округлыми плодами. Может и храниться, может и консервироваться, что очень важно, он не трескается, и обладает очень хорошими технологическими качествами самих плодов. Ну и, конечно, очень вкусные. Ну и еще один гибрид, с которым хочу вас познакомить, я уже рассказывал о нем. Это невысокий гибрид, до 1,70 м он растет, с ранней отдачей урожая, с очень дружной отдачей урожая для тех, кто заканчивает культуру томата в начале сентября. Плоды чрезвычайно вкусные, очень ароматные, со сбалансированным кисло-сладким вкусом. Чрезвычайно урожайные, с очень высокой дегустационной отметкой. Кожура достаточно плотная и обеспечивает целостность плодов, не позволяя им трескаться. Урожай отдается очень дружно, поэтому вы можете в какой-то момент, ну просто не знать, куда эти томаты девать. Ну, они прекрасно консервируются и перерабатываются на сок или томатную пасту, или на какие-то соусы. Благодаря тому, что есть вот такие гибриды первого поколения со сверхурожаем, вы можете абсолютно полностью обеспечить себя урожаем томатов различного морфотипа, то есть и розовые, и красные, и округлые, и помельче. Но очень важно знать, если вы хотите, чтобы ваши томаты сверхурожайные реализовали свой потенциал продуктивности, для них есть два главных условия. Первое условие – это подкормки. Вы должны кормить эти томаты каждую неделю. Существуют разные подкормочные растворы, но я предпочитаю эти подкормочные растворы делать на основе простых удобрений, таких как монофосфат калия, сульфат калия и калевая селитра с добавлением микроэлементов. Кроме того, очень хорошо, если вы будете регулярно подкармливать эти томаты зеленой бродиловкой. Это отличное такое домашнее биологическое средство, которое будет развивать корневую систему и которое будет обеспечивать хорошее поступление питательных веществ в наши растения. Кроме того, для того, чтобы соответствовала корневая система и рост корневой системы, и работа корневой системы высоким потребностям в питании надземной части, чтобы вот это все великолепие урожая смогло в должной мере сформироваться и назаривание плодов не останавливалось, обязательно подкармливайте свои томаты, сверхурожайные томаты, мультибактериальным комплексом от Profit. Мультибактериальный комплекс от Profit заставляет корневую систему поглощать огромное количество питания, как раз такое, которое необходимо для обеспечения сверхурожайности у томатов. Фактически, без того, что заставить корневую систему поглощать эти питательные вещества, вы не сможете в полной мере обеспечить питательными веществами и подкормками всю надземную часть. Вы можете сколько угодно удобрений валить в почву, но если растение не может потребить эти питательные вещества, оно не обеспечит и ожидаемую урожайность. Поэтому сочетание правильного гармоничного минерального питания с правильной подкормкой микробными препаратами и дает нам сверхурожайность у томата. Между прочим, в равной степени у огурца и у других наших любимых овощных растений. Поэтому в каждую подкормку берите колпачок мультибактериального комплекса на 5 литров воды, разбавляйте и проливайте ваши растения. В этом случае сверхурожайность будет достигнута. Пожалуйста, приобретайте только хорошие, пластичные, сверхурожайные и очень вкусные томаты для того, чтобы в полной мере насладиться собственным урожаем этого популярного, вкусного и очень полезного овоща. На этом я прощаюсь с вами. До самой скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok